Главная причина, почему мужчины не дарят подарки. И при чем здесь Дед Мороз? Многие женщины обижаются на это. Многие женщины из-за этого обижены на Деда Мороза всю жизнь. И пожалуйста, помоги мужчинам! Помоги им! Нет, ничего невозможно, ничего не будет. Мужчины жлобы, Деда Мороза не существует. Дед Мороз первый должен писать, звонить. Мужик сам должен догадаться. И знаете, давайте я для вас побуду Деда Мороза, или курьером Деда Мороза, как вам легче. Я хочу объявить конкурс, который может выиграть любая из вас, если постарается. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов. Я психолог, эксперт в отношениях, основатель образовательной компании «Фаза роста». Перед тем, как мы перейдем к видео, прямо сейчас ставь лайк и подписывайся на видеоканал. Прямо сейчас задумайся про Деда Мороза. Вот представь образ Деда Мороза, это кто? Это тот, кто дарит подарки, это тот, кто приносит что-то радостное, классное, что-то такое ценное. И спроси себя, а я как взаимодействую с Дедом Морозом? Я жду, пока Дед Мороз первый мне напишет. Знаете, я такую жду ситуацию. Я сижу на работе, и тут мне звонок с неизвестного номера. С Лапландии, и там высвечивается звонок из Лапландии. И ты такая, кто же из Лапландии мне звонит? И ты берешь трубку и там, а привет, Алена, привет, Машенька, это Дед Мороз. И ты такая в шоке, да, да, Дед Мороз. Говорит, а я звоню тебе, чтобы спросить, что ты хочешь на Новый год. Такое бывает? Такого не бывает, потому что Дед Мороз не звонит первый. Дед Мороз не пишет первый. Дед Мороз первый не спрашивает. Редко, когда Дед Мороз первый спрашивает, чего ты хочешь. Знаешь, многие женщины обижаются на это. Многие женщины из-за этого обижены на Деда Мороза всю жизнь. Потому что Дед Мороз когда-то, когда я была маленькой, он приходил первым. А сейчас приходил первым и дарил подарки, не нужно было ничего просить. Он сам удивлял. А во взрослой жизни этого нет. И чем больше они обижены на Деда Мороза, тем, конечно же, дольше отсутствуют подарки в их жизни. И есть мудрые, прокачанные женщины, профессиональные женщины. Есть также выпускницы путь женщины, самого лучшего тренинга в мире, которые понимают, что Дед Мороз, он мужчина. Он трудится, у него много задач, у него много целей, у него миссия. И он может заработаться, он может забыть, он может не подумать. Они знают, что Дед Мороз это не экстрасенс. И поэтому они понимают, что ничего страшного нет. Я попрошу у Деда Мороза, я сама попрошу у Деда Мороза. Я хотя бы отправлю мысль в космос. А в лучшем случае я напишу сообщение Деду Морозу. Или я выложу пост, послание в инстаграме обращения к Деду Морозу. Или, возможно, я позвоню Деду Морозу. Или как-то она ищет способы взаимодействия с Дедами Морозами. Она не обижена у них. И даже если она обижена на то, что Дед Мороз на прошлый Новый год не подарил подарок, не принес, не догадался о чем-то или что-то было не так. Она уже проработала эти обиды на Деда Мороза. И она понимает, что все, что в моей жизни происходит, создаю я. И подарки от Деда Мороза, который приходит в мою жизнь, создаю я. И это меньшинство женщин. Их мало. Обычно им завидуют. Этим женщин их оскорбляют. Их как-то мнение об этих женщинах, как будто они занимаются какими-то грязными черными делишками. Нет! Это просто те женщины, которые понимают, что Дед Мороз не пишет и не звонит первым. И ничего нет страшного в том, чтобы заказывать подарки у Деда Мороза. Важно понимать, Деда Мороза, да, зачастую ему напрямую невозможно дозвониться. Напрямую ему невозможно писать. Даже инстаграма у него нет. Но есть посланники. Но есть, так сказать, курьеры. Но есть, так сказать, люди, через которых можно достучаться к Деду Морозу. И эти люди называются мужчины. Мужчины – это курьеры Деда Мороза. У мужчин есть телефон Деда Мороза. У мужчин есть связь с Дедом Морозом. Поэтому, пожалуйста, прямо сейчас поставь для себя за правило. По крайней мере, хотя бы в преддверии Нового Года. Смотреть на мужчин не через обиды, претензии, что-то с ними не так, какие они плохие. А смотреть на них, как будто они посланники хорошего. Как будто они, даже если ты так не считаешь, а тем более, если ты так считаешь. Смотри на них, как на хороших. Смотри на них, как на победителей, на сильных, на властных, на созидателей. Просто хотя бы начни смотреть так. Начни говорить хотя бы хорошие слова. И те женщины, которые в отношениях, конечно же, вам проще. Проще, да, потому что у вас есть мужчины. И у вас есть рядом, так сказать, курьеры Деда Мороза. Знаете, есть такая техника очень сложная. Техника, как правильно просить. Она звучит очень просто. Просто попросить. И попробуй применить эту тайную технику. Просто попроси у курьера Деда Мороза, чего бы тебе хотелось на Новый год. Чего бы тебе хотелось, чтобы тебе принес Дед Мороз. Даже если тебе раньше отказывали. Даже если вы в ссоре, если вы обижены. Даже если что-то не так в отношениях. Пожалуйста, используй эту технику. Просто попросить. Если же ты не в отношениях. Если же у тебя нет близких мужчин или поклонников. Тогда используй, хотя бы как-то используй. У тебя есть бывшие мужчины, которые тоже знакомы с Дедом Морозом. Которые знают, как связаться с Дедом Морозом. У тебя, может быть, есть какие-то поклонники, которых ты не замечаешь. У тебя есть подписчики твои там в Инстаграм, в Фейсбук, в ВКонтакте. Которые следят за тобой. И пожалуйста, помоги мужчинам. Помоги им. Чтобы они поняли, чего ты хочешь. Хотя бы заяви миру. Намекни хотя бы миру, чего тебе хочется. Сделай пост в Инстаграм. Сделай пост в ВКонтакте. Сделай пост в Фейсбуке о своих каких-то желаниях. Но не проявляйся там как корыстная женщина. Мне надо, мне все должны. А спокойно, мягко озвучь свое желание. Запусти свое желание в космос. А женские желания, они вот, это сильная, большая сила в женщинах есть. Когда она действительно чего-то хочет, это сбывается. Но когда она говорит, нет, ничего невозможно, ничего не будет. Мужчины жлобы, Деда Мороза не существует. Дед Мороз первый должен писать, звонить. Мужик сам должен догадаться. Конечно же, мы знаем, что у таких женщин в жизни происходит. Но я, конечно, знаю, что это не про вас. Правда? Вы же не как большинство. И знаете, я, давайте я для вас побуду Дедом Морозом или курьером Деда Мороза. Как вам легче? Я хочу объявить конкурс, в котором может выиграть любая из вас. Если постарается. Условия конкурса достаточно просты. Что важно? Важно сделать публикацию в вашем живом инстаграме, в котором есть подписчики, которые не созданы вчера. Если у тебя нет инстаграма, тогда, к сожалению, ты не сможешь участвовать в этом конкурсе. Что нужно сделать первое? Подписаться на мой личный аккаунт инстаграм Ярослав Самойлов. Нужно сделать пост, публикацию в своем инстаграм и написать три причины, почему ты рекомендуешь подписаться на мой инстаграм твоим подружкам, знакомым или тем, кто читает, кто подписаны на твой инстаграм. И также, как ты поняла, меня важно также отметить мой инстаграм в этом посте. И для этого ты можешь сделать какую-то фотографию свою красивую. Ну, то, что ставить как бы в публикации на место фотографии, решай сама. Ты можешь себя опубликовать, можешь меня, это не столь важно. В посте текстом ты пишешь три причины, почему ты рекомендуешь подписаться на мой инстаграм, отмечаешь мой инстаграм. И для... у меня есть три места, три... будут три победительницы. Первое место я дарю свою личную консультацию, которую я смогу провести либо вживую в Киеве или в Москве, либо онлайн, где бы ты ни находилась. Стоимость моей консультации это 1000 долларов, я проведу для тебя ее бесплатно. Это для первого места. Второе место это любая из ступеней на нашей высшего женского образования ПУД Женщины, это онлайн образовательный курс ПУД Женщины. Ты получаешь любую из пяти ступеней на выбор, это второе место. И третье место ты получаешь курс, денежный курс, который называется «Женщина и деньги» от моего личного психолога и также тренера, одного из тренеров ПУД Женщины, это Алла Пилипюк. Ты получишь онлайн курс, ее также в подарок, это за третье место. Как я буду выбирать победителей? К сожалению, не могу сказать, что тот, кто наберет больше лайков, потому что лайки можно накрутить, комментарии можно накрутить, подписчиков можно накрутить. Поэтому это будет мое личное усмотрение, но я даю 100% грани, что это будет максимально честно. Я буду лично читать посты и выберу три лучшие поста с точки зрения, насколько искренне он написан, насколько там я посмотрю, какие лайки, какие комментарии, насколько этот пост... Ну, если я буду видеть, конечно же, что это какой-то новый созданный аккаунт и это все фейки, конечно же, я это буду видеть и это понимать. И также это буду анализировать с помощью программы. Конкурс действует до 31 декабря. В посте важно отметить меня через собачку, мой аккаунт, инстаграм Ярослав Самойлов и также хэштег Ярослав Самойлов, Дед Мороз, одно слово для того, чтобы мы эти посты могли находить. Ярослав Самойлов, Дед Мороз, хэштег. Наверное, вы сейчас отследили мысль такую, да? А что я буду участвовать в конкурсе? Я же не выиграю, это кто-то другая выиграет. И просто отследи, это впервые в жизни ты так мыслишь или ты зачастую так мыслишь? А зачем действовать, я тебя проиграю? А зачем что-то начинать, ведь есть что-то лучшее? А зачем что-то пытаться, если все равно облечено на провал? Задумайся, как ты мыслишь. И, пожалуйста, хотя бы здесь начни мыслить по-другому. Хотя бы здесь начни действовать по-другому. Потому что если ты даже здесь так мыслишь, скорее всего мыслишь ты так в других ситуациях. Пожалуйста, прими активную жизненную позицию. Задумайся, чего я хочу. Отправь хотя бы эти мысли в космос. И, пожалуйста, сделай хотя бы рекомендации этим видео. Давай представим, это видео посмотрит, например, 100 тысяч женщин. Из них, например, 10 тысяч женщин сделают хоть какое-то действие по отношению к Деду Морозу. И я буду счастлив, что даже если хотя бы тысяча участниц, тысяча девушек это сделает, я буду счастлив. Потому что я уверен, что многие из них получат желаемое и потом в комментариях еще напишут. Я не ожидала, я даже не думала, я думала все это шутки, но я получила. Пожалуйста, будьте открыты к миру. И я специально привел эту метафору, как Дед Мороз. И вообще я вам советую на мужчин смотреть, как на Деда Мороза. Смотри на них, как будто, знаешь, вот, даже если ты мужчину не знаешь, даже если ты видишь его первый раз, попробуй внушить себе, что это мой помощник. Попробуй внушить себе, что этот мужчина хочет мне дать денег. Попробуй внушить себе, что все мужчины пришли в этот мир, чтобы делать тебя счастливой. Хотя бы внушить. И если ты будешь прокачивать себя как женщину, так в жизни твоей и будет.